За прошедшую неделю на территории Нинецкого автономного округа зарегистрировано 86 происшествий. Из них 14 преступлений, 9 из которых раскрыто. Привлечено к ответственности 66 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Изъято 8 единиц оружия. За неделю произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, 2 с причинением вреда здоровью. 5 октября на пешеходном переходе возле жилого дома 14 по улице Монтажников в поселке Искателей гражданин 1945 года рождения, управляя автомобилем, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадавшая 1984 года рождения помещена в хирургическое отделение окружной больницы. 9 октября на третьем километре автодороги Наринмарк-Красная девушка 1996 года рождения, не справившись с управлением транспортного средства, совершила съезд дороги с опрокидыванием. В результате ДТП девушка госпитализирована в реанимационное отделение окружной больницы. Проводится проверка. В целях соблюдения правил дорожного движения по предоставлению преимущества в движении пешеходам, переходящей проезжую часть в зоне действия знака «Пешеходный переход», 8 октября проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Водитель-пешеход», в ходе которого проверено 40 транспортных средств, составлено 18 протоколов об административном правонарушении. Сотрудники отдела ГИБДД напоминают участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. В целях поддержания правопорядка на территории округа с начала летнего сезона проводится парафилактическое мероприятие «Навигация-2016». Еженедельно по прибытию грузового судна в Наринмар сотрудники полиции осуществляют комплекс проверочных мероприятий, транспортных средств и пассажиров. Мероприятия продлятся до окончания навигации. В целях профилактики и предупреждения преступлений против личности и имущества граждан в общественных местах, в том числе на улицах, с 8 по 9 октября проводилось профилактическое мероприятие «Безопасный город». Нарушений общественного порядка не допущено. В целях пресечения фактов нарушения установленного порядка, приобретения, хранения, использования гражданского оружия, в период с 4 по 6 октября текущего года проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Ружье». В рамках профмероприятия проверено 230 владельцев оружия, составлено 122 акта проверок мест хранения оружия, изъято 8 единиц оружия, аннулировано 8 разрешений на оружие. Принято 4 заявления на утилизацию. На территории Нинецкого автономного округа проведена оперативно-профилактическая операция «МАК-2016», которая проводилась в два этапа – с 29 июня по 30 июля и с 27 июня по 30 сентября текущего года. В рамках мероприятия сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков во взаимодействии с отделом уголовного розыска полиции провели комплекс оперативно-производных мероприятий, направленных на выявление лиц, занимающимися преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков. Из незаконного оборота наркотических средств изъято около 235 грамм наркотического вещества. Из них 9 грамм гашиша, остальная масса веществ растительного происхождения, содержащих наркотические вещества – спайс. Полицейскими возбуждено 16 уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков. Привлечено 5 жителей округа к уголовной ответственности, 12 граждан к административной. В отношении трех избрано мера пресечения в виде административного ареста. Кроме того, полицейские с представителями Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненинского округа проводили работу по выявлению административных правонарушений. Стражи порядка напоминают жителям округа, что в полиции работает телефон доверия с абонентским номером 4-21-52, на который можно позвонить и сообщить о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков. Анонимность гарантируется. Жительница Наринмара совершила кражу с денежных средств с банковской карты. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что 30 сентября текущего года жительница 1997 года рождения совершила хищение банковской карты из кошелька и произвела снятие денежных средств. Установлено, что денежные средства злоумышленница сняла с банковской карты, воспользовавшись тем, что пин-код был указан на листке, который находился в кошельке. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полицейские рекомендуют гражданам проявлять внимательность и принимать меры сохранности своего личного имущества. Не оставлять без присмотра сумки, кошельки, мобильные телефоны, банковские карты с указанием пин-кода и иные ценные вещи. 5 октября текущего года в дежурную часть полиции обратился житель с заявлением об угоне его автомобиля. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска установлено, что ранее судимый за аналогичные преступления житель 1998 года рождения совершил угон автомобиля, припаркованного у жилого дома. Полицейские обнаружили автомобиль, брошенный на 12-м километре автодороги Красная-Наринмар. Злоумышленник задержан сотрудниками полиции и водворен в изолятор временного содержания Управления МВД России по Нинницкому автономному округу. Дознавателем отдела по организации дознания ОМВД возбуждено уголовное дело. По признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Неправомерное завладение транспортным средством. Лучшего участкового округа жители выбирают посредством онлайн-голосования на официальном сайте ОМВД России по Нинницкому автономному округу с 7 по 16 октября текущего года. Набрав наибольшее количество голосов, один из конкурсантов будет принимать участие на заключительном третьем этапе всероссийского конкурса. Третий этап конкурса стартует 1 ноября, когда будет объявлено онлайн-голосование населения на официальном интернет-сайте МВД России для определения победителя конкурса на общероссийском уровне. Жители округа могут ознакомиться с анкетами каждого конкурсанта и проголосовать на сайте ОМВД посредством одного из аккаунтов социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук. За того, кто, по их мнению, достоин звания народного участкового. Сотрудники Управления МВД России по Нинницкому автономному округу приглашают граждан принять активное участие в выборе лучшего участкового округа.